Мы учитывали, что все-таки в Токио будет очень жарко, там будет влажность большая, поэтому надо, чтобы спортсменам было удобно и в быту. Ну вот красивое сочетание здесь. Тебе нравится? Мне нравится. Мы все ожидаем, работали. Ну на красивом человеке, понимаешь, что красивое сочетание? Да, да. Но спортсмены-то все у нас? Все спортсменки вообще у нас. Ну и тебе как? Ну, хорошо мне, да, слегка. Нормально тебе? Да. Точно. А ткань удобная? Да, она тренировочная, такие, как лосины. Ну, главное, да, ткань. Ткань – это будет, в принципе, самый ключевой элемент, чтобы все-таки нашим спортсменам было удобно. Потому что любой дизайн за счет ткани можно потом испортить. Как у нас когда-то в советские времена. Вот такой красный, да? Да, да. У нас тоже такой кофе. Это еще в команде все. Да, это возвращается в моду. Ну и что? Я скажу, что будет спрос на это дело. Ну, по крайней мере, когда мы видим, мы сразу видим нашу Беларусь. Задача стоит, допустим, наша за следующий год, может быть, 21-й год, создать вообще белорусский бренд национальной одежды. Именно спортивная одежда. Посмотришь, а это китайцы, это японцы. Ну, американцы часто меняют, но все равно там четко видно что-то американское. Поэтому нам тоже надо, чтобы были ануля, а там белорусы. Определитесь, я соглашусь. Ну, я-то видела то, что на мне в основном. Сегодня первый раз я видела то, что было на Ксюше. Есть вещи, которые мне, конечно, нравятся, которые я с удовольствием буду носить. Есть те, которые на мне были, мне тоже очень нравятся. Поэтому мне нравятся две коллекции. Была возможность, он две запустил. В общем, определяйся, вместе садитесь. Хорошо. Все это будет продаваться, я уверен. Люди будут покупать. Не только на Олимпиаде, но и потом будут покупать.